22-летняя брещанка Яна Кармаш – обладатель громких спортивных титулов. Девушка – кандидат в мастера инваспорта и чемпионка Беларуси по настольному теннису среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Несмотря на свой диагноз – ДЦП, Яна никогда не опускала руки и всегда шла к поставленной цели. Этому она учит их своих коллег с таким же диагнозом. Объединил их всех настольный теннис – вид спорта, способный творить чудеса. Как раз суть проектов реабилитации детей с ДЦП через настольный теннис. То есть путь каждого спортсмена начинается с начальной подготовки. У детей с ДЦП процесс начальной подготовки происходит в более долгий период. И для этого им нужны специальные условия. Это большое количество мещей, роботы, приспособления для спора мещей. У них отсутствует все то, что надо для настольника, для антеннисиста. Координация, зрение, реакция – все это отсутствует. И как раз через вот этот набор сложного исходим. И у них начинает прогрессироваться, восстанавливаться. И зрение восстанавливается, и у нас, скажем так, хорошие положительные результаты. Когда лучшее зрение становится, снимают диагноз косоглазия. Скажем так, улучшается осанка крепнут, мышцы крепнут. Улучшается осанка даже сколиоз. Скажем так, уменьшали степень сколиоза. Хотя, казалось, сколиоз не лечится. Но, тем не менее, когда в определенной степени нагрузка идет на другую сторону, потихоньку, потихоньку это оказывается, можно и все тихонечко исправить. Главная идея проекта Яны – доступность спорта для детей с ДЦП. Ведь ее саму долгие годы не брали в обычную спортивную школу. Был момент, когда она смирилась с тем, что спорт для инвалидов закрыт. Но именно тогда и попала на тренировку к Юрию Логодюку. Уже 8 лет старший тренер Беларуси по инваспорту наставляет Яну на правильный спортивный путь. Если вспомнить, какая она на самом деле пришла, честно говоря, я не знал, с чего начинать. Потому что она настолько была тяжела. Она шла, мне хотелось этого ребенка поддержать. Мне кажется, она сейчас зацепится, упадет где-то. Это она просто шла. Сейчас она уже и бегает. Победа в конкурсе социальных проектов подарила шанс на новую жизнь детям с ДЦП. За призовые деньги 10 тысяч белорусских рублей были куплены два стола робота. Без них тренировка таких ребят была бы просто невозможна. Преимущество колоссальное, потому что тренер просто, как говорится, не машина, его хватит на одного человека. Он начинает уставать, это одно, а второе дело, он видит только одного человека. Здесь, вы видите, задействованы все. И здесь я могу подсказывать, я его вижу. И как ноги стоят, как руки стоят. Это не только даже для детей и инвалидов, это и для здоровых. Это, собственно, перучит. Но именно с такой проблемой без робота просто тяжело. Сегодня в зале отделения настольного тенниса детско-юношеской спортивной школы номер 2 занимаются 9 детей с ДЦП. И у многих уже есть результаты. Моторика лучше стала. Мне даже кажется, их глазки уже не так вот тоже влияют на глазки. Ну, стала более общительная, более раскованная. Потому что, ну, все-таки все это дает неуверенность. А так вот уже одну заработала медаль, у нее сразу как бы гордость. Яна Кармаш уверена, нет недосягаемых целей. Есть страх, что ничего не получится. Но бояться не стоит. А ее собственный пример поможет другим детям поверить в себя.